Добрый день всем присутствующим. Большое спасибо вам за то, что зарегистрировались на наше мероприятие сегодня. Сегодня у нас невероятная история. Журналистика постоянно отражает изменения в мире. Не только как меняется влияние тем, наша жизнь, как наше отношение к ним. Бывает, что утром приходите в редакцию, вас что-то заинтересует. Бывает какая-то история, которая вас не заинтересует, какая-то история, о которой вы что-то знаете. А может быть, это история, о которой вы ничего не знаете. Может быть, история, которая вам кажется чрезвычайно интересной. Это может быть драматическая история, обыкновенная. Но и ничего не может быть более драматичного, чем то, что происходит сейчас в Украине. Конечно же, отношение людей к этой истории является важной частью того, как мы ее освещаем. Мы в Великобритании, и я буду рассказывать с британской точки зрения сегодня. Мы понимаем, что да, идет война в Европе. Мы поддерживаем Украину, очевидно. Но война где-то далеко от нас относительно. Я знаю, что для людей, живущих в Варшаве, война где-то близко, через границу. Я знаю, что многие из вас и некоторые из вас осуществили на себя влияние войны. То есть вы намного ближе относитесь, находитесь к войне, чем я. Лучше вы ощущаете. Сегодня мы рассмотрим новые аспекты войны в Украине, как освещение войны изменилось. Поговорим о новых источниках освещения войны. Прежде всего, хотелось бы рассказать вам, чем я занимаюсь. Я не военный корреспондент как таковой. Я занимался дипломатическими вопросами, был дипломатическим корреспондентом. Для BBC это очень специализированный аспект освещения. BBC очень повезло. Это крупная организация, и там очень много, значительное количество специальных корреспондентов. Однако я действительно работал на войне. Моя работа заключалась в том, чтобы рассказать, что происходит на передовой. По сути, моя работа всегда сходилась к ответу на два вопроса. Что происходит и почему это важно? Для слушателей, для зрителей, индивидуальные истории, эпизоды войны являются кусочками пленки. Помните, как когда-то было, сейчас мы все в цифровом смотрим, но тем не менее, когда-то каждый из кадров этой пленки является отдельной историей. И перед тебе моя работа заключается в том, чтобы вам сложить для вас эти кусочки и показать, как развивать эти события. Не просто то, что происходит, но почему это важно для нас всех. И мы должны осознавать две вещи. Во-первых, как быстро все меняется. И также мы должны понимать, как сложно иногда, когда, несмотря на волну информации, лавину, как сложно иногда понять, что происходит действительно. Это последний раз, когда я был в Севастополе, в 91-м году 20-го века, впервые тогда в Майноморские силы в Великобритании посетили Севастополь. После Второй мировой, можно сказать, что это... Вы видите, у нас интересные такие шапки. И мы в таких шапках вот как раз и появлялись на новых территориях. Но видите, контраст, конечно, кардинальный по сравнению с тем, что было тогда и сейчас. В конце 91-го года, когда уже распадался Советский Союз, мы были в Балаклаве на военно-морской базе подводных лодок. Ну и никого не интересовало, что мы фотографировали, снимали на видео. Вот такая вот Россия тогда была. Сейчас ее уже нет. Посмотрите, что сейчас. Абсолютно кардинальные изменения. Это 30 с чем-то лет. И как меня эти изменения являют на нас. Изменился конфликт, суть его. Общество изменилось, для которого мы работаем. И изменились сами СМИ, их природа. Это вот будут три темы, которые я попробую раскрыть сегодня. Один из аспектов этой войны заключается в том, что мы увидели применение нового оружия и новых технологий военных. Проблема СМИ — одна из них. Особенно в Великобритании и в Западной Европе. Это, ну, в отличие от общества, где есть призыв. Но во Франции, Германии, Великобритании военный опыт очень своеобразный. Очень малого количества граждан есть опыт службы в армии. Немногие из них помнят, какой была Вторая мировая война. То есть война — это где-то в учебниках истории, что-то экзотическое. И поскольку войны было у нас много довольных в нашей истории, войн, они где-то далеко в прошлом, в Афганистане, в Ираке. Они были довольно ограничены по количеству погибших. И там работали профессионалы военные. То есть война — это что-то отдаленное для нас. И это объясняет, почему многие мои коллег-журналисты очень слабо понимали и знали о том, что происходило и происходит в Украине. То есть вы понимаете, появляется история Джавелина, Ин-Лоуз и другие противотанковые орудия, которые были каким-то чудом. Понимаем, что уже никто не хочет воевать танками, хоть и россияне активно используют много танков. Украина все еще пытается получить как можно больше танков. Вот это волшебное оружие. И еще одно — это байрактары, дроны турецкого производства. Конечно, дроны, другие военные примочки, которые падали с неба, сыграли очень важную роль в этой войне. Но они имеют один важный аспект. Это доминирование артиллерии, важность оборонительных позиций. И вы видите, очень много траншей, мы видим. И в фундаментальном смысле можно сказать, что промышленное военное производство вернулось, где нужно очень много оборудования, где нужны рабочие силы, очень много амуниции, которые нужно производить. И вот мы это заметили во время этой войны. Наш подход журналистский к освещению войны тоже изменился. Во-первых, скорость возросла. Нам нужно очень быстро по ним получать информацию. Помните, битва при Ватерлоу в 1815 году, когда победил лорд Веллингтон, новость об этом шла, дал он на двое суток. Еще один феномен — это ненависть во многих случаях по отношению к журналистам. Это генерал Шерман, один из главных командиров в американской гражданской войне. Видите, он комментирует, он говорит, что журналисты нам не помогают, потому что они выполняют свою работу так, что информируют наших врагов. Конечно, это менялось, этот подход с годами, но все равно есть подозрения по отношению к журналистам и их работе. Вторая мировая война. Очень известный журналист. Журналисты были мобилизованы, стали частью военных сил, вооруженных сил. У них была бы униформа. Здесь они записывают звук на графонную пластинку, которую потом отсылают в Лондон. Когда начал работать BBC в 80-х годах, мы работали с такими магнитофонами пленочными. Слева к концу моей работы мы использовали цифровые записывающие устройства про диктофонов справа. Сейчас вы используете свои смартфоны. на айфон или андроид. Видите, справа мы видим набор ПО, с которым работает BBC. Можно записывать видео, аудио и звук. Все это можно мгновенно высылать в редакцию BBC. Еще один плюс и изменения, связанные с освещением войны, это Босния 1992 года. Я очень молодой тут на переднем плане. Очень сложно было получить доступ. В Якуславии где-то далеко, опасные дороги, все разрушено. Вот у нас были такие лендроверы бронированные, а некоторые не очень бронированные. И нам нужно... Вот мы жили в таком цирке логистическом, то есть также в другом конфликте, во время кувейтского конфликта, кувейтской войны. Мы находимся сейчас в Ираке, на фотографии, где-то на передовой войне, где находятся американские войска. Туда сложно было получить доступ. Вот когда вы находитесь в таких условиях, вы пытаетесь получить... выжить как можно больше информации из окружения. Но когда я был в Катаре во время Иракской войны, вторжение в Ирак, очень было сложно мне тогда получить какую-то значительную информацию. Были привинки ежедневные, но там вам много рассказывали. Были, конечно, можно было быть прикрепленным корреспондентом, прикрепленным к определенным военным частям. Там собирали информацию. Но, как я говорю, смотрели... тогда журналисты наблюдали за военными действиями через узкую щель и не очень понимали, что в целом происходит. Не очень понимали полную картину мира. Каждый день я пытался эти точки соединить. В 7 утра... мы работали по 18 часов иногда в сутки. В 7 часов утра я собирался с... и общался с представителями Министерства обороны Великобритании. Мы рисовали ежедневно такую карту. Карту Ирака. Я рисовал эти стрелки и на следующий день говорил, что вот там вот туда стрелка пойдет, потом туда, куда пойдут войска, непонятно. И таким образом я пытался сложить картину того, что происходило. Мы очень много тогда из информационного центра пытались информацию транслировать. А теперь вы видите, что происходит, кто какие показывает направление. Во время этой войны мы увидели, попали под влияние вероятной волны, лавины информации. Ведь и так всегда бывает, когда официальные лица что-то читают, всегда операторы пытаются понять, что там нарисовано на бумажке. То же самое произошло в данном случае. Фактически Британское Министерство обороны до еще войны собирало так информацию, пытаясь показывать, что может произойти, если Россия вторгнется в Украину. Это было частью более обширной западной кампании, которая является беспрецедентной. Там было очень много информации, которую нужно было рассекретить, чтобы показать и предупредить людей, что да, действительно, Россия готовилась торгнуться в Украину. Была большая вероятность этого. Из-за социальных СМИ, айфонов и возможности обменения информации и распространения было очень много таких материалов в соцсетях. Были спутниковые съемки, которые сейчас могут получать различные организации, аналитические организации, люди, когда... Перед самой войной мы много понимали, что произойдет. Многие из нас понимали, что произойдет. Мы слабо понимали, однако, что может делать Украина в этой ситуации. Одна из проблем, с которыми сталкиваться заключается в том, что мы со временем привыкли верить российской пропаганде военной. Вот это, видите, специальный поезд, который путешествовал по России и показывал и рассказывал об успехах российской армии в Сирии. И, конечно же, когда вы пообщаетесь с военными экспертами с Запада, они скажут, что действительно, они тоже поверили в эти успехи российской армии. И нам казалось многим, что невероятная военная мощь у России присутствует. Это страна, которая в 2014 году многому научилась в Украине, в Сирии, в Грузии в 2008 году. И, конечно же, во время вторжения в Украину. Но в реальности все было по-другому. К сожалению, россияне проявили себя не очень хорошо в военном плане в разных аспектах. Интересно, что Британское Министерство Обороны в плане источников продолжало пускать ежедневно эти материалы. Таким образом, можно было понять, что происходит. Вот это вчера их апдейт по Бахмуту. Конечно же, там видно, что идет массовая информационная кампания, война. Но это один из аспектов информации, который доступен для нас. Есть организации вроде Института изучения войны в США, которая выпускает очень много материала, посвященного этому конфликту. Очень есть много любителей, вроде бывшего военного США, который отлично рисует карты, берет информацию из открытых источников и презентует в графической форме. Она не всегда на 100% правильная, но тем не менее очень полезна. если вы фоллоите большое количество людей, которые вам окажутся важными источниками информации, вы получаете большой поток информации, которой никто другой не получает. Например, вот информация о высокопоставленных военных России. Также есть Беринкет, всем известный, который является исследовательской организацией, использующей информацию из открытых источников, которые от себя прекрасно проявили, которые смогли показать, например, что определенные цели поражались российским оружием. Они смогли отследить практически всех этих людей на фотографии, которые являются работниками Министерства обороны России. Они узнали их телефоны, имена, адреса. И, конечно же, они очень полезны не только для предоставления информации. Есть четыре садника апокалипсиса. Пятый это дезинформация. Как я уже говорил, идет очень крупная война информационная. Несколько дней назад русское посольство Великобритании выпустило информацию, которая была опровергнута Беринкетом. они показали, что все это было снято специально россиянами. фейк. Важная информация, которая важна журналистам, это отслеживание самолетов. Особенно это делают частые энтузиасты. Получается вот такая карта. Интересно, что несколько дней назад появилась эта карта. Войнный самолет вылетел из Великобритании или Германии и заправился над Румынией, а потом направился к побережью Черного моря, Крыму. Его сопровождали два тайфуна. И все это отражается на изображении. Мы можем это все отслеживать. Интересно, как проходят эти операции. Интересно за ними наблюдать. Некоторое время эти операции не проводились, поскольку не было возможности сопровождать такие самолеты. Сейчас, однако, натовские самолеты сопровождают и они летают в международном воздушном пространстве. Если посмотрите, если сопоставить все эти изображения перемещений, это происходило ранее, на более раннем этапе войны, мы получим невероятное количество информации, которые связаны с Украиной, с Черным морем. Конечно же, мы знаем, что Украина получает очень много развитой информации из Запада. Это очень важный кусок дезинформации. Вы все знаете этого человека, Владимир Зеленский. Он активную роль сыграл для Украины. Большинство людей на Западе поддерживают Украину. В других частях мира это совсем не так. В Африке, например, они намного более скептически относятся к нему и не очень хотят поддерживать российский взгляд на ситуацию также в Китае, в некоторых частях Дальнего Востока. Нужно очень аккуратно говорить, что украинцам удается побеждать в информационной войне. Да, на Западе удается побеждать, но не везде в мире. Очень много дискуссий проходит в Телеграм-каналах и мы видим, как именно там находится поле битвы для вот этой информационной войны. Очень много чеченцев, военных блогеров в этом участвуют и тем не менее есть такой массовый центральный информационный канал, который поддерживается Кремлем. Вот немножко информации из другой презентации. Мы уже говорили о том, как происходит и внедряются технологические изменения, скорость, доступ к информации меняется, но мы мало говорили о том, как потребление новостей меняется, потому что газет печатных уже практически нет, они вымерли, и их аудитория уменьшается, люди все больше поглощают информацию из интернета, все больше получают информацию по телефону, превращаются в какую-то кашу. Вот можно рассмотреть на примере Америки, возглавляемой Трампом. Мы видим, что очень-очень много происходит связанного, нечто такое связанное в том числе из BBC в Беликобритании и в разных частях мира. И мы говорили о новых источниках новостей, ведь люди все меньше и меньше читают газеты печатные, бумажные, и все больше и больше получают информации из интернета. BBC очень интересная организация, она финансируется из налогов, обычных граждан, которые смотрят эти новости. Новости — это часть их работы, там очень много других аспектов деятельности в BBC. Но вот вопрос, например, что встает очень важно для BBC, это вопрос беспристрастности. И они пытаются, конечно же, оставаться беспристрастности в этом смысле, что взгляд россиян на войну таким же является важным, как взгляд украинской стороны. Мы должны показывать и ту сторону, и ту сторону, и взгляд той, и другой стороны. Однако, как журналистам, нам нужно принимать решения и иногда пытаться понять, кто говорит правду, а кто неправду. Как презентовать тот или другой аргумент. Это решение должны принимать мы. Ну и куда мы таким образом движемся? Я точно не знаю, но могу предполагать. Хотелось бы, чтобы этот конфликт очень быстро закончился, очень скоро закончился, но я думаю, что он продлится какое-то время. И, к сожалению, результатов там будет много и не очень приятных. Мы движемся к важной точке, когда начнется наступление украинцев. Может быть, где-то весной, начале лета. Но тогда именно ситуация должна измениться, и мы тогда поймем, сможет ли Украина занять территорию, отнять территорию, отвоевать территорию в России. Если, однако, там уже все сбалансируется, то да, это продлится довольно долго. Украинцы должны продемонстрировать западным партнерам, что они могут двигаться вперед, прогрессировать, иначе может показаться, что эта война будет продолжаться бесконечно. Поэтому я думаю, что результатов будет очень много непростых в этой войне, и мы должны очень внимательно анализировать все источники информации, потому что очень хочется потратить несколько часов в день, подумать, что действительно мы понимаем, что происходит. что мы лучше знаем после этого, что происходит. Но я думаю, что нужно очень внимательно к себе относиться, потому что очень многие из этих материалов, многие подпольные, очень много видео и фильмов мы видим, как украинцы уничтожают российскую технику, а не наоборот. мы видим войну через определенное, как я уже сказал, небольшое отверстие, поэтому нужно понимать, что есть очень много экспертов во всех странах, которые возникли, подали голос во время войны, начали анализировать ситуацию, анализировать то, что происходит. Многие из них хорошие. я, конечно, хочу, чтобы украинцы победили, но мне не хочется, чтобы это мнение каждый день влияло на анализ, который должен быть бесприсастным. Ну вот вот так ситуация обстоит. Джонатан, как развитие искусственного интеллекта, нейросетей, в частности, может изменить покрытие, то есть освещение войны и военных действий. Очень непростой вопрос, искусственный интеллект изменит многое в нашей жизни. Он изменит, во-первых, то, как ведутся военные действия, возникает очень опасный сценарий в плане применения и искусственного интеллекта, в плане освещения военных действий. Я не уверен, что сильно поменяется что-то. Меня больше всего беспокоит, что искусственный интеллект поможет внедрять большое количество фейков. Многие из вас, наверное, видели последние несколько дней информацию о чат GPT и о искусственном интеллекте. Все знают, что такое дип-фейк. Вот, например, появились фейк-фотографии президента Трампа, который с кем-то дерется. Я думаю, что в связи с этим возникает главная проблема. Нам иногда очень сложно понять, является видео настоящим или нет. И люди пытаются анализировать тени, положение солнца, и таким образом пытаются они понять, настоящее видео или нет. если будут полностью фейковые вещи, и вот недавно я смотрел голливудское кино, которое очень красиво снято с применением спецэффектов. Я думаю, что точно так же ситуация будет меняться в плане освещения военных действий. Соедините все со скоростью воспространения фейков, когда нет никаких фильтров, никаких перерывов. Было бы отлично, если бы мы могли электронную ватермарк помещать там и говорить, да, да, отличное видео, но оно фейковое, потому что вот там вот, например, специальный код, который нам об этом говорит. Без такого, без таких вводяных знаков, нам будет очень сложно понять, откуда те или иные источники информации. И нам будет не просто в этом новом мире, но в реальности. Важно же, важно ли освещать информацию о потерях украинской стороны? Мы до войны мало знали о том, что происходит в Украине. Сейчас украинцы, в принципе, не очень официруют свои действия, и мы не очень много видим репортажей о погибших, погибших в Украине, украинцев. Не очень много информации просачивается из госпиталей в Украине. Частично, поскольку западные СМИ считают, что Украина является жертвой, страной, в которую вторглись. Но со временем, когда Украина столкнется с более тяжелой ситуацией, тяжелыми условиями, до этого был, конечно, кризис, было чудо выживания украинцев в начале военных действий, в начале войны. Был Херсон, например, были украинские военные победы. Но сейчас весной перед, допустим, контрнаступлением результаты очень смешные, некоторые хорошие, некоторые не очень. Очень важно правильно оценивать ситуацию Украины, правильно понимать, куда все движется, какие возможности Украины. это будет очень важный вопрос, который, в принципе, полностью относится к анализу. Нам нужно лучше анализировать то, что происходит в России, в том числе, то, что происходит с российскими вооруженными силами, поскольку разные СМИ имеют ограниченные ресурсы, в том числе не хватает людей, которые имеют опыт в таких делах. в тяжелых условиях работают журналисты иностранные. Конечно, новости это новости. Всегда люди консервируются на главной истории. И это очень важный вопрос, который вы задали. Спасибо большое. Мы получили еще вопрос, очень интересный. Меняется подход к освещению роли женщин в военных операциях. Витя во всех странах, поскольку военные сил становятся меньше и опираются на меньшее количество специалистов, роль женщин постоянно усиливалась. Конечно, это все происходило нелегко, негладко, но сейчас мы видим, что во многих западных странах женщины интегрированы намного сильнее вооруженной силы. Украинские женщины себя активно проявили в разных сферах, в том числе во время войны. И я думаю, что это неизбежно. Сегодня быть солдатом не означает просто взять винтовку и пойти стрелять. Нужно владеть техническими аспектами, нужно иметь анализировать очень быстро. меняющиеся ситуации. Я понимаю, что в Украине ситуация другая, потому что массовая мобилизация идет. В профессиональной армии боют профессионалы, которые самые лучшие. А в случае с Украиной, если идет общенациональная мобилизация, нужно мобилизовать всех и все возможности, поэтому, конечно, женщины будут очень важным элементом этого подхода, этой системы. И, возможно, роль, которую будут играть женщины в войне, повлияет на их роль в целом в обществе. Еще очень важный вопрос. Насколько велика поддержка России в Великобритании сейчас? Очень небольшая, я бы сказал, поддержка. есть, конечно, политики какие-то отдельные, не очень популярные, которые поддерживают Россию где-то далеко справа и слева, но они очень такие маргинальные по статусу. Великобритания довольно странная страна, довольно небольшая, и у нас история испещрена войнами. Нам нравятся такие конфликты, нам нравятся все эти войнушки, эти военные, и Великобритания политически активно поддерживала Украину, активно обеспечивала оборудованием, и видите, сейчас вот танки, челленджеры британские появились в Украине, мы готовили их военных, украинских, в течение нескольких недель. Я думаю, что народ еще не устал от поддержки Украины в Великобритании, конечно, не совсем так, как в США, где разделение четкое, есть часть републиканской партии, которая более скептически относится к войне в Украине, и если вдруг господин Трамп победит на выборах, никто не знает, как изменится внешняя политика США, в том числе по отношению к Украине. Конечно же, это будет кризисом для Украины и в случае по отношению к НАТО, если Америка уменьшит свою поддержку. У нас на Западе, конечно, есть свои проблемы, но не хватает, может быть, техники, не хватает амуниции. как я уже говорил во время презентации, этот переход к промышленной ведению войны показал многим странам, что у них нет нужных запасов амуниции и оборудования и оружия, чтобы воевать в течение долгого периода времени. И именно сейчас эти вопросы решаются, на это нужно время. Как только производство запускается, больше поддержки дается Украине. Это еще одна причина, почему, чтобы не произошло то, что произойдет этой весной, все достижения Украины будут очень важными для нас. Потому что есть очень серьезные промышленные проблемы в Берега-Британии, как и в других странах НАТО, связанные с военным оборудованием. Во многих европейских странах ультраправые силы пришли или могут пришли к власти влияет ли это на изменение взгляда Запада на ситуацию в Украине. Надеюсь, что таких стран будет совсем немного, где популисты, крайне правые, придут к власти. Хотелось бы сказать, что верить, что эта волна закончилась, но во Франции что-то происходит на этом фронте. Сейчас есть разные популисты, не хочется никого обижать Польшу, но с точки зрения Великобритании в Польше довольно популистское правительство. Но, тем не менее, ну, как бы это страна, которая находилась рядом с Союзом, и взгляд на Россию, Польшу своеобразная. Да, есть крайне правые силы во Франции, в Великобритании. Есть небольшие партии такого толка в разных странах, которые есть, которые показывают разный взгляд на конфликт и имеют разнообразие вгляды на то, что происходит в России. Но крайне правые, крайне левые более степатизируют Россию, чем центристы. Ну, очень много поддержки Украины. Украине. Вы знаете, мы в том числе институциональны. И до начала этой войны я читал десятки статей про то, как Европа не захочет противостоять России, и бедная Украина будет скрести по сусекам в поисках помощи. Конечно, просто видеть негативную сторону. Да, да, сумасшедшие республиканцы в Америке, Трамп, популисты во Франции, есть то, и это, и те, и те, и эти. Но самое удивительное, это то, насколько Европа объединилась в своей поддержке отношения к Украине. Это невероятно. насколько активизировалась НАТО, оно расширилось из-за Украины, потому что Финляндия присоединится, Швеция присоединится, когда турки перестанут играть в свою игру. То есть, практически все равно Швеция интегрируется в НАТО. Кажется ли вам, что сейчас занимать журналистов российских на Западе опасно или не опасно? Вы знаете, многие россияне уехали из России, была большая утечка мозгов. В принципе, у меня очень много коллег, которые работают в Лондоне, кто-то в Москве, которые работают на службу BBC Россия. И я думаю, что практически 100% из них можно доверять. Конечно, нужно понимать, что если вы мне скажете, что никогда не нужно нанимать больше русских, это, конечно, смешно. Мы боремся с режимом Путина, а не с отдельными россиянами. И о людях нужно судить по их поведению, их мнению, их взглядам и так далее. Есть очень отважные россияне, которые хотят смотреть по-своему, на ситуации. К сожалению, их не так много, хотелось бы больше, но они находятся в тяжелой ситуации. Как, собственно, и люди в Беларуси сейчас живут в очень тяжелой ситуации, поскольку они живут в авторитарной стране. Это непросто, но мне бы не хотелось делать общих выводов и запрещать нанимать россиян или людей, которые говорят по-русски. Мне кажется, это неправильно. Можно ли писать о чем-то и таким образом не поддерживать зло? Когда я задал два вопроса в начале презентации, а именно понять, что происходит и объяснить, что это значит людям, если бы Россия выигрывала эту войну, а этого не происходит, в принципе, можно сказать, что Россия проигрывает войну. Это слабо утешает тысячи людей в Украине, но тем не менее. Однако не нужно притворяться, что Россия побеждает, несмотря на то, что это транслирует российская пропаганда. Если вы перевернете историю и скажете «посмотрите на Россию, посмотрите на то, что им говорят о войне, помогает ли это им?» И ответ совсем не помогает. Ничего хорошего для них этого не делает. Увеличивает паранойю, авторитаризм усиливает в стране, уничтожает вот эти минимальные проблески демократии, экономика российская к сожалению тоже страдает Россия в долгосрочном периоде, становится вот таким вот партнером Китая. Эти российские спортсмены не могут участвовать в российском флаге в соревнованиях. То, что мы не говорим правду или говорим неправду, не помогает никому. С другой стороны, если мы преувеличим успехи Украины, минимизируя сложность, с которыми Украина сталкивается, мы тоже ничего хорошего не получаем. Конечно же, это не помогает украинцам и украине. Мне легко сказать, я в Великобритании, далеко, где-то там сижу. Многие из вас напрямую связаны с Украиной, Беларусью или Россией, и для вас Украина намного ближе, война намного ближе. Но с моей точки зрения, как журналиста, нам, мне кажется, что мы должны быть как можно более объективными. Есть ли одна объективная истина и правда? Конечно, нет. Во время написания статьи можно только, например, немножко приоткрыть правду, как вы ее видите. Но важно иметь источники для того, чтобы подтвердить ваши догадки, ваши выводы. Я помню такую глупую историю. В начале Иракской войны в Катаре, когда я был в этом информационном центре, это было самое начало войны, британские спецвойска приезжали с одного корабля на другой и, к сожалению, двое рутер столкнулись, 15 человек погибло. Мне позвонил представитель в BBC и сказал, что мне кажется, что война сейчас закончится и все вернутся домой. И я сказал, а что вообще придумали о себе там? Конечно, так не произойдет. Но это пример того, как люди ничего не понимают о войне, о конфликтах. я сейчас на пенсии, но мне позвонили из BBC до войны и спросили, можно мы вам в любое время дня и ночи будем звонить, если вдруг война начнется? А потом человек говорит, а, войны же не будет все равно, правда? А я говорю, да что же вы такое говорите? Война, конечно же, будет. Конечно, я не рад этому, но посмотрите, если вы понимаете, что происходит, и немножко владеете историей, посмотрите на знаки и поймете, что война-то будет обязательно. Ну, конечно, я не думал, что если поставлю на войну, то что она будет я деньги заработать, но тем не менее, вот проблема. Мы очень часто у себя, обществу транслируем информацию, которую они не понимают. Они не очень заинтересованы в этой информации с заключением ситуации, когда на них это влияет экономически или там что-то ассоциационное. нужно максимально стараться быть честным. Но если вы знаете, что-то произошло, и россияне говорят, это не произошло, и вы смогли с помощью источников сказать, что это точно произошло, вам нужно четко дать знать людям, что это произошло. Вот, что говорят украинцы, вот, таким образом мы обрисуемся, картину с помощью спутников и так далее. Это произошло. И, кстати, вот, россияне говорят, что это полная ерунда. Но они все равно так сказали, правда? Вот, нам нужно обязательно быть объективными максимально, насколько это возможно. То, что вы лично думаете о войне, это другое. Я вот лично хотел бы, чтобы Украина завтра утром победила, и война закончилась. Но это не влияет на то, что я говорю людям. Я не могу рассказывать людям, стоит или не стоит украинцам держать Бахмут. Тут вступают в игру фактические военные факторы. Учитывая всю эту волну информации в СМИ, мы знаем, меньше, на самом деле. Ну, нам кажется. Бахмут, кстати, хороший пример, потому что очень много есть твитов, каналов в Телеграме, где показывается, как, что украинцы выходят, но многие эксперты мне говорили, что военные, что по сути украинцы не отступают. россияне активно продвигаются в городе, по крайней мере, с одной стороны. Украинцы все еще там находятся. А стоит ли им там быть до сих пор? Вот это вопрос, который можно обсуждать. из-за этой лавины материалов, информации, мы должны задуматься чаще. Когда мы смотрим эти видео, мы должны понимать, что мы нам не показывают всю картину. Нам показывают только части картины, которые не всегда играют важную роль. Это длинный ответ на ваш вопрос. Ну что ж, хорошо. Насколько эффективным являются методы, используемые пропагандистами Кремля? Я думаю, очень неэффективны они. Ну, посмотрите, вот для начала нужно иметь хорошую историю, которую можно рассказать. Намного проще активно пропагандируют что-то, если у вас сильная история. С точки зрения Украины, там все на наблюдочке с голубой каемочкой. Россияне очень плохо себя проявили в этом конфликте. Они убивали людей, мирных жителей, сравнялись с землей города. Они вторили страну, которая не являлась прямой угрозой для них. Несмотря на боевые действия на Востоке. Конечно, многое связанное с пропагандистской машиной Кремля видится западом комичным. Как я уже говорил, в других частях мира российский месседж получает намного больше внимания и поддержки. И этого нас беспокоит. Очевидно, есть разные страны мира, части мира, которые зависят от экспорта удобрений с косвестной продукцией из России. Конечно, Китай играет очень важную роль в распространении российских взглядов на войну. Несмотря на что, Китай говорит, что они нейтральны, они не нейтральны. Ситуация очень непростая другими словами. И россияне постоянно этим занимаются, постоянно выпускают материалы пропагандистские определенные аудитории, очень много пророссийских троллей в соцсетях. И возвращаясь к искусственному интеллекту и вашему вопросу о нем, люди очень много выкладывают видео того, что на самом деле не происходило сейчас. Эти вещи нужно более активно демаскировывать. Сейчас проще, а в будущем будет сложнее. Большое спасибо. Кажется, ли вам, что журналисты BBC достаточно информации для того, чтобы сформировать объективную картину того, что происходит? Нет, я так не думаю. Я не думаю, что у кого-то вообще есть достаточно информации. Помните, что я уже говорил о Бахмуте, но можно рассказать о других точках передовой, на фронте, точки соприкосновения. Видите, в этом центре Беларусь мы говорим о длинной линии фронта, включающей в том числе и Беларусь. Когда вы туда едете, направляетесь, вы видите маленькую часть картины всей. Иногда важно это, чтобы понять, каким образом ведется борьба, видите, ужасную цену, которую платят за это гражданские элиты, но те отдельные точки, они не обрисовывают полную картину мира. BBC, несмотря на очень большие ресурсы, тем не менее, имеет достаточно людей, информации, чтобы полностью обрисовать картину. Ну и в принципе, и аудитория не хочет осознать такую очень широкую картину. Наша аудитория не настолько заинтересована в том, что происходит в этой деревне или в этом местечке. Они заинтересованы в общей картине того, что происходит, и что это означает для них. Другими словами, кто побеждает, куда движется эта война и сколько она еще продлится. Имеет ли BBC эти ресурсы? Очень интересный, конечно, вопрос, хватает ли у них знаний и опыта? В принципе, им хватает, да. Можно так сказать о моих коллегах. Очень вдохновляющие вопросы, но не о журналистике. Как вы оцениваете желание потенциально арестовать Путина и ордер на его арест? Ну, если, конечно, вдруг он не будет лететь на самолете, у него все сломается, он где-то приземлится в стране или на море, откуда его выдадут. я думаю, вряд ли, конечно, его арестуют. Вряд ли. Это, конечно, важный символический шаг. Ордер был выпущен за похищение детей. Невероятные вещи, в принципе. Представляете, что это значит для детей или их семей? Но есть много других вещей, за которые со временем могут появляться похожие ордеры. Я не думаю, что Путин окажется в Гаге, в суде. Я думаю, что это усилит изоляцию России в некоторых частях мира. Я думаю, что, конечно, ограничит планы путешествий, перемещению Путина. Сложно, конечно, понимать, какой будет Россия, пока Путин власти. Сколько это продлится. Возможно, это является предупреждением других членов режима, совете режима путинского, которые связаны с Путиным и впоследствии захотят нормализовать отношения с внешним миром. Это их предупреждение о том, что происходит и что им можно ждать. То есть, мне кажется, это очень важный символический шаг. Я не думаю, что это означает, что Путин пристанет перед судом в Гаге. Ну, конечно, честно говоря, это невероятная ситуация для Совета безопасности, членов Совета безопасности ООН. и мне кажется, что скоро Россия должна возглавить Совет по ротации. Не уверен я на самом деле. Ну, вопросы Китая. Какой смысл вот этой инициативы Китая? Имеет ли эти документы будущее? Я не думаю, что там много смысла. Не думаю, что Китай честный игрок. Они, конечно, нейтрально придерживаются, но поддержку России. и другими словами, у Китая Китай давно поддерживал принципа немешательства и ненарушения неделимости территории и ненарушимости границ. Китай играет свою игру очень отдельную. Они проиграли свою игру с Россией в плане технологий и в отношениях Китая и Москвы. Москва является младшим партнером. И я считаю, что это не самая лучшая позиция, в которой Россия может находиться. Москва, в частности, в ближайшие 15-20 лет. Китай намного более заинтересован в борьбе против Запада и в том, чтобы посмотреть, как будет развиваться Запад в ближайшие годы, как они будут использовать, применять все эти правила. Китай хочет писать само правило в будущем и хочет, чтобы Россия вместе с ними это делала и таким образом создавать интернативный полюс. Конечно, для стран развивающихся это может быть привлекательным. Удачи им! Мы недостаточно знаем о том, что именно написано в этих документах. В принципе, Зеленский недавно говорил об этом, но тоже точно нам не сказал ничего. Но начало любой инициативы китайской будет связано с прекращением боевых действий и замораживанием конфликта. А сейчас мы видим, что россияне все еще оккупируют значительную часть украинской территории. поэтому не очень хорошая точка отсчета и начало международных разговоров. И помните, что Россия аннексировала часть Украины и настаивает, что никогда ничего не отдаст обратно. А китайцам нечего сказать на эту тему.